Все, запись пошла. Приветствую, дорогие друзья, дорогие партнеры, потенциальные партнеры, кто рассматривает такую прекрасную возможность сегодня. Я, Андрей Алисеев, проведу для вас презентацию тех возможностей, которые есть у нас в нашей кассе взаимопомощи, и расскажу про наше сообщество. Поэтому у вас еще есть время, добавляем партнеров, внизу списка кнопочка «Добавить участника», вы можете пригласить своего партнера, всем, кому желаете добра. Это первое. Второе, все, кто будет смотреть, соответственно, в записи на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и переходим, как говорится, к нашей прекрасной презентации. Меня зовут Андрей Алисеев, я лидер сообщества, и вот уже седьмой год развиваюсь в нем, и скажу честно, что с этого времени моя жизнь очень серьезно изменилась. Когда-то я, будучи еще студентом, думал, что вот-вот, мне говорили, вернее, мне говорили мои родители, что вот-вот ты закончишь высшее образование, и вот твоя жизнь по-настоящему начнется, все проблемы у тебя будут решены, все будет по маслу. Это советская модель, такая мышление, да? Оказывается, нет, оказывается, после высшего образования надо построить карьер, да? После постройки карьеры, которые занимают иногда прям до пенсионного возраста, надо доработать до пенсии с последних сил, и потом, дай бог, если доживаете, то выйти на пенсию, да, и продержаться как можно дольше. Вот такая перспектива у большинства людей, дорогие друзья. Но, насколько я увидел, что такая перспектива, она не весьма плохо срабатывает, поэтому я старался уже сразу с молоду брать новые возможности, учиться. Поэтому я закончил два высших технических образования, дальше. До этого лицеи, там всевозможные физико-математические классы, то есть с математикой я дружу, и все точные науки в университете я подтвердил, да? Поэтому у меня два высших технических образования, да? Я двойной инженер. Вот, поэтому инженерия этой жизни, она меня очень вдохновляет, и то, как сделать эту жизнь проще, легче, веселее. А инженер, задача любого инженера – это сконструировать, сделать, придумать более эффективную конструкцию, более эффективную стратегию, более эффективный подход и так далее. То есть задача упрощения, прежде всего, жизни человека, да? Да, но когда я стал разбираться со той системой, в которой мы с вами живем, то я пришел к очень такому, очень интересному выводу. Разбираться стал в том далеком 2007, 2008, 2009 годах у меня было свободное время, свободные деньги, чтобы меня посвятить своему личностному росту, развитию, и я первый раз столкнулся с той информацией, что, оказывается, мы живем с вами в глобальной пирамиде, да, под названием «Мировая финансовая система». И чтобы вам это понять, вам надо посмотреть два мощных фильма. Первый фильм – это «Запишите сейчас», кстати, и возьмите блокнотик, возьмите ручку и бумагу, и все, кто это сделает, у того появляется шанс не просто прослушать информацию, но и делать пометочки, а это очень важный момент, да? Я всем рекомендую для начала посмотреть вот эти вот два, ну, сегодня я три порекомендую, да? Фильмы – это «Деньги. Пирамида долгов», то есть вы должны понимать, как устроена мировая финансовая система, потому что, если вы этого не понимаете, то вы, как котенок слепой, пытаетесь бегать за деньгами, как осел бегает за морковкой, привязанной впереди знаметр к его морде. Он бежит за ней, а морковка все дальше отбегает от него. Так и здесь. Поэтому нужно понимать, как устроены деньги. Нас об этом никому не учили. Нас не учили, как с ними взаимодействовать, как их аккумулировать, как нужно их запускать, как создавать пассивный доход. Мы стерильные абсолютно полностью выходим с университетов в школу, да? И попадаем в денежную систему. То есть нас учат всему, чему угодно, но только не деньгам. Всему, чему угодно, но только не взаимодействуя с деньгами. А это как выходишь, когда становишься взрослым, понимаешь, блин, так это вообще, то есть это все сейчас пронизано деньгами, да? Система, в которой жили в советское время, социалистические как бы устои, они ушли немножко пока в прошлом, возможно, что-то видоизмениться. Но мы сейчас живем при капитализме, и нужно прекрасно это понимать, да? Капитализм, что это такое? Это капитал, власть капитала. Тот живет, у кого есть деньги. На человека наплевать. Важны деньги сейчас. Все во главу угла ставятся деньги, дорогие друзья. И если до сих пор вы это не понимаете, то пора уже это понять, да? Так вот, когда-то, в 2017 году, когда я прошел уже определенный жизненный путь, это и в бизнесе в основном, я работал на топовых должностях, это и маркетинг, и продажи, и производство. Дальше, соответственно, 10 лет я занимался своими собственными бизнесами в разных сферах. Думал, я в нише ошибся. Думал, я где-то что-то неправильно делаю, да? Вот, но, как оказывается, смысл немножко чуть-чуть в другом. Смысл в том, что мы живем с вами в большой-большой системе, в большой-большой пирамиде, да? Вот, и для того, чтобы с этим разобраться, смотрим первый фильм «Деньги. Пирамида. Долгов». Второй фильм, мощный фильм, я говорю, это фильм для избранных. «Дух времени». Первая, вторая, третья, и в 2020 году вышла четвертая часть, дорогие друзья. Начинайте с первой, тогда это все уложится по полочкам. Вот. И третий ресурс, который я вам порекомендую, это мультфильм «Фабиан» называется. Это 45-минутный мультфильм для взрослых, который шикарно рассказывает схему, в которой сейчас живет все человечество. За 45 минут в режиме мультфильма вам рассказывается полностью схема работы, денежной системы и как она появилась. Вот. Поэтому, дорогие друзья, вот это вам домашнее задание. Если вы осилите, я сейчас скажу, что вы реально избранный человек, у вас есть большие шансы стать финансово свободным. Если же вы не осилите, ну, значит, так же дальше будете бегать за деньгами и не будете понимать, откуда же они берутся, что ж так трудно в этой жизни становится и почему при беготне за деньгами тратится огромное количество сил и здоровья. Ну, как говорится, как говорится, каждого свой выбор. Мы сами кузнецы своему счастью. Я свой выбор в свое время сделал. И когда в 2017 году, когда у меня был очередной бизнес, у меня было турагентство небольшое, пришел ко мне знакомый, говорит, тут тема какая-то интересная есть. На кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я не сказал ему, ты дурак. Я ему не сказал, ты дебил, ты куда меня тянешь, лохотрон, еще что-то. Бизнес меня приучил к одной вещи. Нарабатывать свой личный опыт. Тестить, тестить и еще раз тестить. Если вы не делаете свой личный тест, если вы не нарабатываете свой личный опыт, то вы не сможете прожить свою жизнь так, как вы должны по-настоящему ее прожить. Поэтому личный опыт – это то самое первое, на что вы можете опереться. Если у вас нет личного опыта, вся информация, которая вас окружает, это сплетни, которые ничего хорошего в вашей жизни не дадут. В этот же день, когда ко мне пришел мой знакомый, в том далеком 2017 году, я стал тестить. Я говорю, хорошо, давай посмотрим, что у тебя есть. Я создал первый инструмент. Тогда у нас не было еще денежных потоков. Мы тогда только о них мечтали. Я первый раз нажал на кнопочку, и я удивился, как интересно продумана система. Я стал ее тестировать, я стал ее смотреть с разных сторон. Я целый месяц нажимал кнопочку, и у меня еще не было физически времени накопать дальше. Но через месяц меня так захлестнуло любопытство, что я начал дальше копать. Кто создал этот инструмент? Для чего людям дали возможность вот так вот на халяву, можно сказать, получать деньги? Почему? И я докопался до основателя нашего сообщества, Дмитрия Васадина. Спасибо, что он в 2016 году собрал всех в Монако и сделал прекрасное выступление, которое мы сейчас называем философией нашего сообщества. И благодаря этому выступлению я понял, кто передо мной, я понял, что он хочет сделать, потому что у меня была база знаний. Еще до этого у меня уже была база знаний, я уже знал, как устроен наш финансовый мир. И все, что говорил Дмитрий Васадин, это все наложилось просто сверху. У того, у кого нет этой базы знаний, тому немножко сложнее это все понять. Поэтому я и говорю, прежде всего, нарабатываем азбуку, чтобы ликбез, ликвидация безграмотности, это называется, деньги, пирамида долгов. Дальше, Дух времени, первая, вторая, третья части. И Фабиан, хороший мультфильм для взрослых, который раскрывает всю схему, которая сейчас есть в этом мире. И почему же деньги так сложно даются, и почему же мы тратим огромное количество здоровья. и часто бывает такое, что многие даже не доживают до пенсии. Вопрос, почему? Вот. С 2017 года я активно развиваюсь в сообществе, иногда как лидер развивался, иногда просто как участник, иногда потом опять ушел, пошел развиваться как лидер. Вот уже пару лет я уже опять развиваюсь как лидер. И на данный момент, на данный момент, скажу честно, что с сообществом жить намного проще, чем без него. И благодарю себя за тот момент, что я в тот далекий 2017 год не ступил и не сказал, какую херню ты мне рассказываешь, иди отсюда гуляй, я бизнесмен, я крутой, у меня все нормально, я умею рубить бабло, а чему ты меня тут учишь, да? Я не сказал ему это, а я стал тестировать и изучать, потому что я по жизни стараюсь быть человеком ищущим, человеком, который ищет очень интересные вещи, да? И тестит, нарабатывая свой личный опыт. Это самое главное в жизни, что у вас есть. Не чье-то мнение, а ваш личный опыт. И чем больше вашего личного опыта в вашей жизни, тем больше будет сильнее ваша душа и ваш дух. Если вы много что делаете, либо не делаете почему-то мнению, то, конечно же, вы проживаете совершенно менее качественно в жизни. Так вот, поехали. Значит, с мировой финансовой системой вы самостоятельно разберетесь, да? И те, кто разберется, у тех появится шикарная возможность понимать глубину, а если вы поймете глубину, значит, у вас и появится возможность создания инструмента под названием стабильный пассивный доход. А сейчас мы вернемся к нашим прекрасным денежным потокам. Денежные потоки. Что такое, да? Уже на слуху везде. Уже пятый год гремит по интернету. Потоки, потоки, какие-то потоки. Запускаем денежные потоки. Что же это такое, да? Так вот, давайте я вам в трех словах расскажу. В далеком 2006 году Дмитрий Васадин, основатель нашего сообщества, в то время, когда он уже решил все свои финансовые вопросы и в очередной раз стал долларовым миллионером, он замечтал создать сообщество единомышленников. Потому что, когда человек выходит на путь финансовой свободы и решает эту задачку, он становится немножко одиноким. Именно поэтому знаменитый писатель Паул Хаэлли, который написал книгу «Алхимик», «Одиннадцать минут» и так далее, да? Он написал еще одну прекрасную книгу. Называется «Победитель остается один». Вот прочитайте эту книгу, это очень интересно. Так вот, когда миллионер становится уже миллионером, он становится немножко одиноким, потому что он не может из прошлой жизни забрать своих друзей, потому что они еще не решили свои финансовые вопросы и так далее. Так вот, Дмитрий Васадин замечтал сообщество единомышленников, чтобы жить не просто вот одному, а чтобы создать систему, создать систему, чтобы другие люди могли решить все свои финансовые вопросы. И он только пять лет думал, друзья мои, в вашем окружении есть человек финансово свободный, который имеет в голове такую миссию и который способен пять лет думать, моделировать это сообщество, да? Дальше. Два года еще выжидалась смена эпох. Мы же знаем, да, что эпоха рыб ушла, сейчас живем в эпоху водолея. И в 2013 году, через семь лет с момента появления мыслей у Дмитрия Васадина, с момента как бы прихода к тому состоянию, что у него с деньгами все очень хорошо, он запустил организацию сообщества. И в 2013 году, 15 января, было проведено соответствующее событие и началась формироваться касса взаимопомощи нашего сообщества. С тех пор утекло много воды, много было проб, много где-то было ошибок, много было испытаний, но за счет этого у сообщества наработалась офигенная статистика, у сообщества наработалась прекрасный как бы единомышленник. Создан костяк единомышленников, который дает возможность сейчас развиваться просто с закрытыми глазами. Создана прекрасная IT-команда. Больше пяти лет назад к нам в команду в IT зашли топовые программисты Яндекса, и сейчас они уже больше пяти лет с нами вместе. И за это время получилось создать офигенную инфраструктуру, финансовую инфраструктуру, тот параллельный финансовый мир, ту внутреннюю экономику, о которой мы мечтали. И это супер. И эта экономика помогает нам сейчас получать деньги каждый день без обязательных приглашений. И об этом можно было раньше только мечтать. Сейчас это у нас уже явь, как говорится. Есть быль, а есть явь. Это явный мир. То есть у нас сейчас это жизнь, проходит это каждый день. Каждый наш день мы уже к этому привыкли, скажу честно. Поэтому, дорогие друзья, в сообществе сегодня, сейчас я вам расскажу про денежные потоки, первое. Дальше я расскажу про финансовую инфраструктуру, которая есть. И третье я расскажу, отвечу на часто задаваемые вопросы. И четвертое, кто захочет, может поднять руку, и я отвечу на ваши вопросы, если вы еще что-то где-то не поняли. Поэтому поехали. В нашей кассе взаимопомощи есть денежные потоки. Что такое денежный поток? Это психологическое, математическое, финансовые инструменты разновременного плана, которые выработались сообществом в ходе своей эволюции. Это не просто какие-то алгоритмы, которые придумал пьяный программист, чтобы срубить бабло. Это финансовые инструменты, которые созданы сами участники сообщества и за счет практики. Практика, практика, 11 лет практики, неустанной практики. За каждый день, каждый день, за счет этого статистика показывает, что надо людям, что не надо, что люди способны брать, что не способны, чему способны учиться, что они пока не хотят и так далее. Поэтому некоторые проекты опережали это время. Сейчас у нас настолько гармонично выстроены наши денежные потоки, что они дают нам деньги каждый день. Так вот, первый поток, который вы увидите в своем кабинете после регистрации, кстати, если у вас еще нет кабинета, обязательно возьмите ссылочку на регистрацию у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если этого человека у вас нет, можете написать мне в личное сообщение, возьму у вас свою команду. Либо здесь чат-бот скидывает список лидеров, консультантов, можете написать любому, все профессионалы готовы помочь вам и создать, запустить ваш первый поток и начать разбираться. Также в моей команде выстроено полностью командный чат с командным обучением, там, где вы полностью начнете с нуля постигать азы финансовой грамотности. Так вот, первый поток называется стартовый поток. Это красная закладочка в вашем кабинете. Чему учит стартовый поток? Стартовый поток учит правильные стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил, забрал. Вот это очень важно. Качает мышцу вашу финансовую в вашей голове. Это как в тренажерный зал. Вы приходите, взяли гантели, напряг, расслабил, напряг, расслабил. Так качается мышца, да? Так же и качается нейронная связь правильная в вашем голове. Но вас этому не учили, поэтому надо учиться. Стартовый поток и этому именно учит. Вот, поэтому вложил, забрал, вложил, забрал. И это очень важный момент, да? И каждый раз вы будете забирать все больше, больше, больше взращивая таким образом свой поток. Этот поток разработан специально для новичков проекта. На практике обучая всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на любую сумму, начиная от пяти тысяч рублей. Стартовый поток с обязательным пополнением каждые две недели, дорогие друзья мои. Две недели мы тренируем свою мышцу инвестора. Это очень важный момент. Общая доходность стартового потока 150% за 20 периодов, либо за 10 месяцев. Один период это две недели. Доходность идет за счет подтяжки к нашему потоку, к нашей криптовалюты и карнессе. У нас такое, можно сказать, смешанное инвестирование. Мы смешиваем валюту площадки с криптовалютой, с нашей криптовалютой, за счет этого получается прибыль. Берем нашу криптовалюту по льготному курсу в кабинете и подтягиваем к потоку и получаем прибыль. За счет этого наши потоки растут и развиваются. Следующий поток это подраздел, можно сказать, стартового потока, это ускоренный стартовый поток. Хотите побыстрее, то заходите на ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, но только более быстрый и более доходный. Условия открытия такие же, но с небольшими изменениями. Если в стартовом потоке 20 периодов, вложил, забрал, вложил, забрал, то в ускоренном стартовом потоке чуть по-другому. Оплачиваем сразу первых 4 периода, подтягиваем e-currency на все эти 4 периода, за счет которых у нас прибыль, и получаем 5-й и 6-й период в подарок вместе с e-currency и выскакиваем сразу же на 7-й период, а это период, где выплата больше, чем номинал потока, как будто бы прошло 6 периодов, то есть сокращается где-то 3 месяца, 3 месяца сокращается и в дальнейшем мы так же как и в стартовый потоком продолжаем снимать, пополнять, снимать, пополнять, каждые 2 недели подтягивая e-currency после каждого пополнения для того, чтобы поток работал с прибылью. Это очень важный момент e-currency это у нас прибыль, которая есть у нас в наших потоках. За счет того, что в e-currency постоянно нуждаются участники наши, так же, как я, мы постоянно их покупаем, за счет этого e-currency цена еще параллельно растет и это очень круто, об этом сейчас расскажу более поподробнее. Так, два потока мы уже с вами рассмотрели, это стартовый поток и ускоренный стартовый поток. Описание этих потоков есть у вас в кабинетах, во вкладочке «Как создать денежный поток и эффективно им управлять». Там есть описание всех потоков, поэтому очень важно иметь свой кабинет. Это ни к чему у вас не обязывает, зато будет у вас материал, чтобы вы смогли почитать и с этим разобраться. Следующий, тоже очень интересный поток, называется «Быстрый поток». Оранжевая вкладочка в вашем кабинете. Деньги на каждый день или по-другому мы это так называемый. Быстрый поток подразделяется на два типа потока. На обычный поток и на супер быстрый поток. Обычный поток. Работает 30 дней. Деньги выплачиваются каждый день равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренсии. Конечно же. То есть допустим вы зашли на 20 тысяч в обычный быстрый поток. Доходность ориентировочно обычного быстрого потока от 5 до 20 процентов в месяц. И вы получили после подтяжки и каренсии сделали первое начисление и уже получили одну 30-ую часть от вашей общей суммы. То есть это где-то будет порядка примерно 10-12 процентов у нас доходность на 20 тысячах. То есть порядка чуть меньше тысячи вам будет начисляться каждый день. И по концовке у вас будет это ГО. Вы туда вложили 20 тысяч, подтянули и каренсии на 300-400 рублей, а поток уже вам дает 22 тысячи. То есть где-то ориентировочно от 5 до 20 процентов. Таблички есть все в кабинетах. проценты есть все в кабинетах. Смотрим на конкретный номинал, выбираем доходность, запускаем конкретно данный номинал. Все очень просто. Следующий поток супер быстрый поток. Это разновидность быстрого потока. Работает 2 недели внимание, он по-другому работает. Он работает 2 недели с заморозкой средств. Это самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит только на 15-е нажатие кнопки начисления премии. Вот этот момент очень важный. Если обычный быстрый поток работает, вы нажимаете кнопочку и он сразу вам начисляет, то супер быстрый поток просто начисляет, а выплата делается только на 15-е нажатие кнопки. Это как обычный депозит в банке, там только двухнедельный. Это очень интересный инструмент, но с заморозкой средств. 15 раз нажали на кнопочку, на 15-е нажатие получили проценты. Поэтому только к одному вот этому потоку можно говорить такую вещь, как тело вклада и процент. Ко всем остальным это неприемлемо, потому что совершенно другие алгоритмы работают. Следующий поток это растущий поток, либо зеленая вкладочка в вашем кабинете. Поток растет в течение шести первых шести месяцев с момента вашего пополнения и еще шесть месяцев продолжает вам остатки выдавать. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это очень интересный поток. Это сродни того, что вы садите свое денежное дерево и оно начинает давать вам прибыль. И чем больше вы его подкармливаете, тем больше оно растет и чем больше оно начинает давать вам ежедневные прибыли. Это круто. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 100 в 250 тысяч после подтяжки и каренси, 500 в миллион 375, 1 миллион в 3 миллиона, 5 миллионов в 15 миллионов и так далее. После подтяжки и каренси, конечно же. Растущий поток нужно выращивать в копилочке. Мы нажимаем каждый раз после создания потока мы нажимаем кнопочку и старт начисления идет с 0,3%. С 0,3%. Потом каждый день начисления растут 0,31, 0,32, 0,33 и так далее. Растущий поток нужно выращивать в копилке. И чем дольше мы его выращиваем, тем больше у нас идут начисления. Растущий поток это интересный инструмент. Я его называю это живой финансовый инструмент. Он учит терпение, он прорабатывает 2-3 вещи очень важные. Первое терпение, дальше жадность и страх потери. Вот это три бича человека с бедным мышлением. Нету терпения, нихрена нету, страх потери просто блокирует действия и жадность. Жадность и еще раз жадность, потому что человек голодный. Поэтому три вещи, с которыми учат прорабатывать в голове свои вот эти три вещи, и тогда человек начинает выходить на уровень самодостаточности, спокойствия, изобилия и понимая, что деньги у него оказывается есть всегда благодаря нашей системе. Вот, поэтому растущий поток нужно выращивать копилки и начинать с ним взаимодействовать. Это живой инструмент. Это не просто инструмент, это живой, он шевелится в зависимости от ваших действий. Следующий поток, который вы увидите в своем кабинете, это накопительный поток. Если же у вас еще нет кабинета, конечно же, обратитесь к вашему человеку, который вас пригласил. Если же у вас нет такого человека, можете писать мне в личные сообщения, и я возьму вас в свою команду и, соответственно, обучу всем нюансам работы системы. Либо выбрать любого из списка, кто кому скидывает бот, список лидеров, консультантов, которые готовы помочь вам и запустить ваш первый денежный поток и выйти на уровень финансовой свободы. Это очень важный момент. Как показывает статистика, в течение 3-6, максимум 9 месяцев каждый наш участник, который реально не тупит, который учится, который погружается, который трудолюбивый, пытается разобраться, задает много вопросов, к этому времени он выходит на финансовую свободу. И каждый достигает своей цели. Кто-то хочет достичь 30 тысяч в месяц на пассиве, кто-то хочет достичь 50, кто-то 100, а кто-то уже квартиры купил, машину купил. То есть у каждого свой уровень амбиции, свой уровень обучаемости, свой уровень цели. Поэтому для каждого эта система готова дать то, что человек хочет. Так вот, накопительный поток, это именно тот поток, который помогает нам позаботиться о своем будущем. Мы его называем деньги на будущее, либо наш пенсионный фонд, либо фонд коллективного обеспечения будущего, можно сказать, либо фонд совершеннолетия, даже еще наши участники придумали. Это более долгосрочная стратегия, стратегия от 3 до 25 лет. И начать можно с 1 тысячи рублей, и накопительный поток так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. Допустим, выбрали вы 3 года накопления, значит, 3 года накапливаете, 3 года будет выплатой. Минимальный старт от 1000 рублей, 1000 рублей после подтяжки и каренсии, ежемесячное пополнение, через 3 года превращается в 5000 рублей, и вы получаете 5000 рублей ежемесячно на 3 года. Таким образом, вы можете создать себе хорошую, спокойную, стабильную пенсию и позаботиться о своем будущем. Оказывается, в будущем деньги будут тоже нужны. Я не вижу сейчас трендов, тенденций, чтобы деньги вообще отменили, и от них человечество отказало, чтобы оно такое просветление получило. Вау, зачем нам деньги, ведь мы живем в прекрасном мире, на планете Земля всем всего хватает. К сожалению, это не так, но это действительно так, что на планете Земля всем всего бы хватило, если бы люди бы жили по другим принципам. Более природосообразное мышление, чтобы было, а не потребительское. Следующий, последний поток в нашем кабинете это поток удачи, либо беспроигрыш на лотереи, дорогие друзья. Это потрясающая штука, очень интересная. Правила лотереи вы увидите в своем кабинете, заходим, покладочка ЛТ называется лотерея, проваливаемся на большая красная кнопка. Правила лотереи, нажимаем на нее и читаем, там все написано. У нас есть три вида лотереи. Это классическая лотерея стоимостью 100 рублей, джекпот 300 тысяч, дальше вторая лотерея это синяя лотерея стоимость 500 рублей, джекпот 500 тысяч, и золотая лотерея стоимость 1000 рублей, джекпот миллион. Поэтому играйте, выигрывайте, уже за последние несколько месяцев уже сорвано больше 20 джекпотов, люди запускают более крутые денежные потоки, кто-то покупает то, чем он мечтал, то есть лотерея это такой интересный поток, который за один день может сделать вас сразу миллионером. вот, играйте, выигрывайте, это, наверное, единственная лотерея, которую я встречал в жизни, которая реально беспроигрышная, которая реально всегда выигрываешь, потому что неважно сколько вы там чисел, вы всегда выиграете. Вот, и, кстати, это прорабатывает вам установку, что вы удачливый человек, вы везунчик, мне везет каждый день, это именно лотерея, это тренинг, это тоже очень интересный тренинг. Идем дальше. Идем дальше. О чем я сейчас рассказал? Я рассказал про несколько потоков, которые у вас есть в вашем кабинете. Первый, давайте повторим, стартовый поток, ускоренный стартовый поток, дальше у нас обычный быстрый поток, супербыстрый поток, пятый у нас растущий поток, накопительный поток и лотерея. Семь, семь денежных потоков у вас есть в кабинете. И причем это не все, потому что у нас несколько площадок, они в разных валютах. И это я рассказал просто про рублевую площадку, просто про одну валюту. То есть у вас на каждом кабинете есть семь видов потоков, да? То есть каждый поток дает решение в свое время своей финансовой задачи. И если вы поймете, как он работает, если вы разберетесь, то у вас появляется шанс создать себе пассивный, реально пассивный финансовый доход. Три тысячи, с которых можно начать, это не те деньги, которые можно бояться там где-то потерять. Тем более, что вы здесь их не потеряете, а приумнориваете. Многие, начиная с трех тысяч, а потом понимают, что это настолько прекраснейший инструмент, который может изменить даже их жизнь. Следующий, но это еще не все возможности, семь потоков есть в кабинете, но это далеко не все. Дело в том, что в нашем сообществе есть рекламный бюджет, но он не платится ни Яндексу, ни Гуглу, ни еще кому-то, ни каким-то рекламодателям. Он остается в сообществе, и сообщество всегда идет по принципу кормить надо своих. И таким образом весь рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров, которые не молчат, которые хотят немножко рассказать о нашем сообществе, о тех возможностях, которые мы создали за эти 11 лет. Они реально очень дорого стоят и по времени, и по деньгам. Так вот, есть еще две потрясающие возможности. У вас в кабинете есть вкладочка, называется вознаграждение за развитие проекта. Если у вас еще нет кабинета, обязательно регистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас его нет, пишите мне в личное сообщение, возьму у вас свою команду. Либо выбирайте любого лидера, консультанта, бот скидывает здесь в чат целый список, все профессионалы обученные и помогут разобраться со всеми нюансами работы системы. У нас есть еще две потрясающие возможности. Первая, это реферальные бонусы и командные бонусы. Реферальные бонусы, это бонусы за лично приглашенных от двух до десяти процентов в зависимости от потока, который запустит тот человек, которому вы дадите эту информацию. И еще есть лидерский бонус, очень интересно, когда участник уже стал можно сказать профессионалом, когда он уже разобрался, у него в первой линии больше десяти активных участников, дальше ему интересно идти дальше, он хочет развиваться и из рекламного бюджета брать еще больше денег, он подает заявку на статус лидера. И таким образом проходит соответствующее обучение, сдает экзамен и на совете лидера топ-лидер принимает решение о присвоении данному участнику статуса лидера. Вот, поэтому как только участник становится лидером, у него открывается глубина. Он будет иметь бонусы по лидерским ячейкам своей команды до седьмого уровня, а по своей личной ячейке, где он лидер-консультант, до бесконечности. Поэтому прекрасные возможности заходить в вкладочку вознаграждения за развитие проекта, там написаны все проценты, читаем и разбираемся, задаем вопросы. Вот, дорогие друзья, это вкратце о разборе кабинета и теперь давайте пойдем по нашей финансовой инстарструктуре. Что же получилось создать за эти вот уже 12 лет? Давайте расскажу. Первое. У сообщества сейчас есть шесть площадок мультивалютных в разных валютах. То есть площадка открывается в той стране, в той валюте, где собралось комьюнити, сильная команда единомышленников, лидеров, которые готовы и хотят развиваться в своей национальной валюте. То есть первая у нас российская площадка в рублях, дальше общеевропейская в евро, испанская в евро, польская в злотых, дальше киргизская в сомах и Великобритания сейчас недавно открылась в фунтах стерлингов. Поэтому вот в этих есть шесть площадок, шесть касс взаимопомощи. Дальше. У нас два криптовалютно-платежных сервиса и по мощности не хуже кошельков там пэйр даже. Это сберкасса и мани-стораж со встроенным внутри собственной биржей возможностью пополнения и снятия обмена конвертацией и так далее. Там очень много насыщенных функционалов. Поэтому это собственные наши криптовалютно-платежные сервисы. Далее. У нас свой собственный блокчейн с огромной скоростью транзакции. Когда вы начнете пользоваться своим кабинетом, своими кошельками, вы это почувствуете. Дальше. У нас есть своя криптовалюта e-currency. Она не одна. Но сейчас в основном e-currency задействована в нашей системе. И e-currency это такой очень интересный инструмент, который дорожает не по дням, а по часам. За последние два года e-currency подорожала больше, чем в сто раз, дорогие друзья мои. Если бы вы два года назад слышали об этой возможности и на миллион рублей бы купили e-currency и два года бы не продавали, у вас бы сейчас было бы сто миллионов рублей. Вот так вот прошаренные наши некоторые участники заработали очень хорошие деньги. Но опять-таки, как важно быть в нужном месте, в нужное время и быть способным воспринимать новую информацию. Ну и, конечно же, учиться, дорогие друзья. Без учения ничему новому не научишься и новые возможности не возьмешь. Это важный момент. Дальше. Кроме e-currency у нас еще есть в сообществе облачный майнинг. И на этом тоже можно зарабатывать. Можно купить майнер, загрузить его токены и начать майнить в облачном режиме криптовалюту e-currency, которая дает возможность запускать потоки с прибылью. И чем больше у вас e-currency, тем больше у вас возможности запускать еще большие потоки, еще больше каждый день делать начисления, еще больше получать прибыль. Идем дальше. это далеко не все. У нас еще есть нейросеть своя собственная, которая полностью убрала человеческие факторы и нейросеть отвечает за бесперебойность работы всей нашей системы. Более двух лет уже на страже, можно сказать, нашей финансовой системы стоит нейросеть, которая прекрасно работает, справляется со своими обязанностями. Ее задача обеспечить вечность работы наших денежных потоков, с чем она прекрасно справляется. Поэтому, друзья мои, еще я знаю минимум 5 проектов на стадии запуска и разработки, но, как говорится, вы хотя бы это возьмите, хотя бы уже этим пользуясь, можно полностью обеспечить себя и быть финансово свободным человеком. Поэтому этим научитесь сначала пользоваться, а потом будут новые возможности, еще дополнительные, и так уже прилично. Кроме этого, еще есть прекрасная биржа, где торгуется и каренс, называется биржа Blackbit, и она очень хорошо работает с нашими криптовалютными платежными сервисами, и с Сберкассой, и с Монисторожем. Там на бирже покупается, продается и каренс, и тоже очень прекрасная, интересная биржа. Поэтому используем все возможности нашего сообщества, а они реально, я бы сказал, такие безграничные. То есть, поймите, у вас в каждом кабинете 7 потоков, 7, 6 площадок, 6 на 7 сколько? 42 потока вы можете запустить, 42 в разных валютах, понимаете, у вас голова еще не загружилась, да? Это кроме бонусов еще, в каждой площадке своя реферальная программа, в каждой площадке вы можете получать бонусы реферальные и лидерские, в каждой площадке разных валют. Дальше, у Сберкасса своя реферальная программа, у Монистор же своя реферальная программа, можно еще зарабатывать на разницах курсах валют и каренси и так далее, майнинг тоже дает прекрасную прибыль и так далее. Возможностей здесь, надо просто разобраться в этой системе, просто много, очень много, поэтому, дорогие друзья, тот, кто увидит глубину, у того будет прекрасная возможность стать финансово свободным человеком. теперь, давайте я отвечу на часто задаваемые вопросы. Первый, этот вопрос, деньги, откуда деньги, второй, пирамида, не пирамида, третья, лохотрон, не лохотрон, четвертая, приглашать, не приглашать, вот в основные вопросы, доходы, Внимательно, сейчас возьмите ручку, бумагу, я сейчас вам расскажу про пять источников дохода, это еще далеко не все, я знаю еще несколько, но об этом я уже рассказываю на командном обучении, у вас уже будет лишняя информация. Откуда деньги? Первое, деньги от прогнозируемого курса роста криптовалюты и каренсы, которая за последние два года подорожала стоимости более чем в сто раз, поэтому, дорогие друзья, за счет того, что мы подтягиваем и каренсы, у нас в сообществе хорошая очень прибыль за счет и каренсы, в том числе, да. Второе, деньги от справедливого перераспределения, не по принципу пирамидальной системы, где низы кормят верхи, а по принципу одноранговой сети. Наше сообщество полностью устроено по-другому, разрушен весь принцип пирамидальной системы, у нас одноранговая сеть. Впервые в истории эту идею озвучил король Артур, это первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. Именно поэтому мы все, прежде всего, участники, и неважно, кто вы, новичок, который сегодня зарегистрируется, или который вчера зарегистрировался, два года назад, я, как уже седьмой год, кто-то участников 10 лет в сообществе, мы все равны, у нас одинаковый кабинет, у нас одинаковые алгоритмы, у нас одинаковые проценты, но как мы ими управляем, вот в этом-то большая разница. как мы берем эти инструменты и что мы способны с ними сделать, вот в этом большая разница между участниками. Кто-то берет и очень эффективно начинает, очень уверенно идти к своим целям, кто-то осторожничает, присматривается, кто-то вообще способен тысячу одну крутить, у меня есть такие участники, целых 2-3 года, пытаясь на халяву заработать еще несколько тысяч. У каждого свои бзики, но те, кто целеустремленно идет к своим целям, за год способен полностью перезагрузить свою жизнь в нашей системе. У нас очень много разных людей, которые избавились от долгов, погасили все свои кредиты, залеты в каких-то предыдущих коммерческих проектах и вышли на полный уверенный путь финансовой свободы. У нас таких историй уже очень много и с каждым днем их становится все больше и больше. Надеюсь, вы поняли, что-то такое справедливое перераспределение. Если не поняли, то смотрим фильмы «Деньги, пирамиды, долгов», «Дух времени», первая, вторая, третья часть и хотя бы мультфильм посмотрите, «Фабиан», хотя бы мультфильм посмотрите, «45 минут», и у вас появится хоть какое-то представление о том, в каком мире вы живете, причем неважно в какой стране вы живете, в общем, везде все одинаково. Третий источник дохода от того, что у нашей системы нет хозяина. Это очень важный момент. Весь доход остается в сообществе, друзья мои. Как много из вас бегало по интернету на халяву срубить бабло где-нибудь в хайпах, да, или еще там где-нибудь, да, так вот, что это такое? Это коммерческие проекты, выполненные по принципу пирамидальной системы, то есть принцип совершенно разный. Знаете, в чем? Пирамидальная система коммерческого проекта, это когда голодный, голодный собрал других голодных и выстроил их по принципу пирамиды и через маркетинг с помощью них себя, задача себя накормить. У нас совершенно другая система. У нас сытый человек, это основатель нашего сообщества, у которого далеко задолго до создания сообщества уже все было очень хорошо. Это сытый человек. Он придумал сообщество, потому что ему просто стало скучно жить, потому что он хочет таких же людей, единомышленников рядом с собой, с которыми можно хоть о жизни поговорить. Сытый человек создал систему по принципу одноранговой сети, где другие голодные могут объединиться и помочь друг другу. Разницу чувствуете, да? Сытый человек, почему он смог создать систему? Потому что он уже сытый, он уже решил этот вопрос, задачку, он знает входы-выходы, и с помощью его знаний получилось создать систему с внутренней экономикой, где другие люди объединяются, а сейчас люди забыли, что такое объединение, раньше, почему люди дружнее жили, скопом, проще жить оказывается. Сейчас каждый сам по себе. Часто вы живете на лестничной клетке и даже не знаете, как зовут вашего соседа. Такого не было никогда лет сто назад. Люди так не жили, люди жили всегда вместе. За счет того, что ваши предки в прошлом умели объединяться и доверять друг другу, вы сейчас имеете возможность ходить по этой земле. Если бы ваши предки не смогли довериться друг другу и объединиться, их бы давно истребили. И у вас бы не было возможности ходить по этой планете и земле. Как были истреблены многие народы, индейцы, негры, куча народов было просто истреблено. Но благодаря тому, что ваши предки в прошлом умели доверять друг другу и объединяться, вы сейчас имеете эту возможность. И объединялись наши предки не только там где-то война какая-то, да, и финансы тоже объединяли. Это были общины староверов, старобрядцев, вернее, до революции очень хорошие финансовые результаты показывали. Больше 64 процентов миллионеров Российской империи перед революцией в золоте это золотые миллионеры, это не какие-то дутые фантики, это в золоте настоящие миллионеры, да, были из выходцев и старобрядцев 64 процента, понимаете, из всех. Это говорит о том, что общинный строй старобрядцев показал хорошие результаты объединения и общие финансовые взаимодействия, и это круто. Дальше, в советское время кассы взаимопомощи, черные кассы, вот моя мама работала на военном заводе, и цехом у них была черная касса, они помогали друг другу. Дальше, при профсоюзах были в советское время кассы взаимопомощи, дальше, гаражные кооперативы, люди объединялись, строили, и строительные кооперативы, тоже, да, даже в 90-е бандюганы объединялись, вы общики, дорогие друзья, понимая, что вместе они могут решить более интересные задачки, чем порозень, а нам с вами, обычным простым людям, вообще грех не объединиться, просто мы забыли об этом, сообщество нам наше напоминает, поэтому это очень важный момент, что через объединение мы можем создать что-то большее, и это показывает 12-летний опыт развития нашего сообщества, я уже 7 лет наблюдаю за этим эволюцией сообщества, и до сих пор ловлю инсайты, дорогие друзья, до сих пор я ловлю эту глубину, и это просто круто. Так вот, третий источник дохода от того, что у нашей системы нет хозяина, у нас есть просто идейный основатель, которому даже без сообщества все хорошо, у него полно денег, понимаете, даже без сообщества, ему не нужны деньги, ему нужно другое комьюнити, сообщество, а хозяин забирает всегда весь куш, хозяин проекта всегда забирает все бабло, здесь же у нас деньги остаются в системе и распределяются по кабинетам вам денежные потоки, это очень хороший источник дохода. Четвертое, деньги от постоянного пополнения потоков, дорогие друзья, наши потоки так удивительно устроены, что их постоянно надо пополнять, я постоянно пополняю свои потоки, и они постоянно дают мне все больше, 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 позволяя выйти на все больше высокий уровень жизни, и вы можете посмотреть мои сторис, я постоянно пополняет поток. И они дают мне все больше. И так же, как все наши участники, постоянно пополняют поток. И они дают все больше, больше и больше. И таким образом постоянно подпитывается еще дополнительно, кроме всего дохода, дополнительно подпитывается система, дается ей потрясающую надежность. И пятый источник дохода, это вот я заметил такой источник дохода. Хорошо, что он все меньше и меньше становится, но для тех людей, которые не хотят учиться, этот источник тоже, в принципе, работает. Как бы я не выстраивал систему обучения, да, идеально, то где-то 10-15 процентов участников говорят, я умный, у меня своя стратегия. Это вот позиция горя-туман называется. Мы говорим обнулись, начни с нуля, заново как ученик пройди все обучение. Нет, я все знаю, мне все понятно, насколько пытается понять систему, и у него не получается начинать делать неправильные действия. Неправильные действия дают неправильный результат. Неправильный значит меньший результат, чем система могла бы дать. За счет этого получается, что система как бы экономит средства на тех участников, которые не хотят учиться. Она бы и рада дать, так не берут, а чтобы взять, надо учиться. Ну, потом наделают ошибок, накосорезят немножко пару месяцев, потом, да, надо действительно научиться. Пойдут, поучатся и делают правильные действия, у них уже все становится хорошо. Ну, до этого момента надо тоже дойти некоторым, некоторым, некоторым. Вот. Хорошо, что их немного, всего лишь 10-15 процентов, но есть такие ребята. Поэтому пока они косорезят, система экономит на их глупости. Вот. Потому что они делают неправильные действия. Потому что либо торопятся, либо не обучились на командных обучениях, либо еще какие-нибудь моменты. Вот. А так, в принципе, у нас все есть для того, чтобы вы уже сегодня имели все хорошее, все, что вы хотите в этой жизни. По деньгам мы разобрались. Так, по поводу лохотрон, лохотрон, да, я часто говорю, что те, те участники, которые мыслят категориями ярлыков, да, это вот что-то где-то от кого-то услышал, да, либо мысли, мысли теоретическими мыслями какого-то авторитета, да, вот, что такое лохотрон, вопрос, да, и так далее. То есть человек с позиции жизни идет по пути теории, не практики, а теории. Это человек, ну, что сказать, ему еще долгий путь надо пройти. Человек, который не хочет нарабатывать свой личный опыт, а идет по пути теории, навешивая в своей жизни ярлыки, неважно, во всех сферах, человек привык навешать проще ярлыки, чем начать разбираться. Этот мужчина, они все козлы, это бабы, они тупые, это там, не знаю, это лохотрон, это пирамида, это секта, это там бам-бам-бам-бам, вот, он живет в этих ярлыках, у него мозгов-то своих нету, чтобы сесть и разобраться, начать копать, зарегистрироваться, начать, начать понимание, чтобы было нет, ему проще бам-бам-бам-бам, и все, он облепил себя ярлыками, все понятно, пошел дальше, да? Но в итоге дурная голова ногам покоя не дает, ему еще определенный путь придется пройти, пока этот человек не дойдет до сути, что самое ценное в этой жизни, это личный опыт, и мы сюда родились и пришли на эту планету Земля, чтобы наработать свой личный опыт, чем больше мы его наработаем, тем больше у нас будет счастья в этой жизни, поэтому личный опыт, только-только свой личный опыт, больше ничего. Так, теперь приглашать, не приглашать. Наша система устроена таким образом, что нет обязательных приглашений. Я думаю, что вы смотрели, вот недавно, буквально пару месяцев назад у нас Такер проводил интервью с Павелом Дуром, основателем Телеграма, благодаря которому мы сейчас имеем техническую возможность с вами проводить такие прекрасные трансляции. Так вот, Такер у него спросил, говорит, Павел, какие у тебя расходы на маркетинг и рекламу? Павел сказал, ноль, ноль центов, ноль долларов. Он говорит, как, это же невозможно, по всем законам, там, не знаю, бизнеса. Знаете, что ответил Павел? Просто делайте качественный, хороший продукт, который нужен людям. И люди сами его разрекламируют, сами будут им пользоваться. Так вот, денежные потоки, это такой же прекрасный продукт, который вот уже пятый год, уже на слуху. Об этом говорит каждый участник, который разобрался и начинает вникать в глубину создания пассивного дохода. Поэтому хотите, приглашайте, хотите, не приглашайте. Наши потоки сами себя продают. Понимаете, у нас это уже продукт создан. У нас создана вся инфраструктура. Хотите, пользуйтесь ей, хотите, идите на работу, работайте, если вам это проще, пока спина позволяет. Как спина заболит, остановитесь, начнете головой думать. А пока дурная голова, пускай ногам покоя не дает, пока ноги не заболят. Так устроен человек. Большинство людей, около 70 процентов, ждут петуха. Петух клюнет, они останавливаются и начинают думать, какие же у меня возможности есть, ведь у меня там доход потерян, я не могу там то, я не могу сё. И вот до этого момента он просто тупо идет, как по коридору. Знаете, что такое шоры, да? Шоры — это когда лошадь запрягали, у нее вот такие вот тут на глаза вешали, чтобы она видела только вперед, чтобы она не пугалась чего-то справа, либо слева там, волка и так далее, или какой-нибудь тень, чтобы она наездника не скидывала, ей вот вешали шоры. Вот она видит только вперед, и она чувствует, что где-то там опасность, и она херачит просто вперед и все. Да? Вот это шоры, да? Так вот у многих повешены вот такие вот шоры, да? Как важно шоры открыть и понять, стоит ли так гнать вперед. И вопрос, если на такой скорости бежать, доживете ли вы до пенсии? Вопрос. Большой очень вопрос. Рекомендую, кстати, для профилактики всем прогулять по кладбищу, походить, в свеженьких могилки посмотреть. Там люди от 40 до 50, дорогие друзья, большинство, старичков там вообще нету, мрет поколение 40, 50, 55. О чем это говорит? О многом. Поэтому я люблю приводить примеры такие, потому что это трезвит немножко. Трезвит — это значит немножко заставлять задуматься над жизнью своей, на какие ценности, что ценно, что важно, что приходящее, уходящее, а что вечное, над чем надо задуматься. А почему люди об этом не думают? Нет энергии. Они всю энергию тратят на то, чтобы бегать за деньгами. Вот в чем момент. Я сам такой же был. Я сам же бегал, потому что я не понимал, что делать другой. И тут я встречаю человека, который создал систему, сообщество, которое объединилось и помогает друг другу. И этот человек это сделал по одной простой причине, потому что он знает, как устроен этот мир, по каким принципам. И что самое неблагодарное число этой жизни — это бегать за деньгами. За ними не надо бегать. Это глупость полнейшая. Смотрите, мы с вами люди, Homo sapiens, считаем, что мы очень крутые ребята, намного умнее любого животного в животном мире. Но теперь смотрите, давайте подумаем. Кабанчик, лось, который ходит по лесу. Он родился. У него есть все. Ему не надо зарабатывать деньги, представляете? У него не надо платить кредиты. Он родился, он живет. Травы полно. Его зона обитания изобильна всем, чем ему надо. Вот все. Все, что не надо, он еще найдет. Да? Человек же бегает, как в беличьем колесе. Вопрос, кто свободнее — лось в лесу, либо вы, как человек умнейший в Homo sapiens? Лось. Представляете? Насколько человек с помощью денежной системы сам себя поработил. Так вот, касса взаимопомощи — это система, созданная для того, чтобы вы себя высвободили от финансовой зависимости, нужды постоянно зарабатывать денег. Нужда искусственная. Деньги — это интеллектуальная игра, придуманная людьми. В природе денег не существует. Нету такого дерева, который плоды деньги. В природе нахрен эти игры не нужны. Природа надо будет, сотрет нас и заново шестую эволюция будет. Шестая цивилизация или седьмая. Без разницы, сколько их уже было. Это людская игра. Вы понимаете и не заигрываетесь в нее. Потому что самая цена — это не деньги. Самая цена — это время. Чтобы бегание за деньгами, вы тратите свою жизнь. А многие не добегают даже до пенсии. И это показывают прогулки по свежим кладбищам. Потому что они очень бежали быстро. Хотели добежать до больших денег и так далее. И оказывается, человеку там многое не надо. Человеку надо всего лишь минимальная упаковка. Упаковаться. Где-то доупаковаться. Человеческие условия сделать. И 30, 40, 50, 100. Чуть побольше, может, где-то в месяц. И вы уже будете свободны. Но на постоянной основе. Проблема не в том, что у людей денег нет. Проблема в том, что у людей кассовые разрывы. Тогда, когда надо платить по счетам, у людей в это время нет денег. Понимаете? И потом люди берут кредиты, чтобы погасить другие кредиты. А это закабаление. Все. Это воронка. Она затягивает. Система вся создана сейчас таким образом, чтобы закабалить человека. Надеть ермо на шею. И чтобы он с этим ермом дошел. До пенсионного возраста. И там же завалился в могилу желательно сразу же. Так устроена система. И причем страна здесь какая-то неважная. В общем, мировая финансовая система. Так она устроена. Вот. Поэтому на данный момент поймите, что если вы хотите вот так вот жить, то живите дальше. Если не хотите, то начинайте изучать те инструменты, которые придумали умнейшие люди, которые помогают человеку потихонечку высвобождаться от этой зависимости. Понимаете? Нужды бегать за деньгами. Вы хотите жить этой жизнью или за деньгами бегать все сухо? Я принял решение, я хочу жить. Поэтому я не бегаю за деньгами. Я знаю, где они берут. Я открываю кабинет, нажимаю на кнопку, у меня есть деньги. Все. Понимаете? А почему у меня есть? Потому что другие участники мне помогли. А потом я сделал потоки, я помог им. И так далее. Мы помогаем друг другу. Только у нас уже очень много, несколько сотен тысяч по всему миру. Именно поэтому наша система становится все надежнее, надежнее, надежнее день ото дня. Вот. В трех словах. Теперь скажу вам честно, что вот уже много лет наше сообщество, это несколько сотен тысяч участников по всему миру, в разных странах. У меня большая многотысячная команда. У меня есть участники и в Латинской Америке, и в Штатах, и в Европе, и в Азии, и на всем постсоветском пространстве, и даже в Африке. Поэтому скажу вам честно, что вот много участников в нашем сообществе, да, которые уже много лет развивают свои кабинеты и свои денежные потоки. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жизнь вам станет проще, легче, от этого веселее. Денежные потоки — это не какой-то проект в интернете, чтобы срубить бабло. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. Вот это очень важный момент. И когда вы полностью разберетесь с сообществом, с денежными потоками, вы поймете, что такого проекта не было и не будет. Потому что целью этого проекта не срубить бабло, а цель этого проекта — обеспечить вам, как участникам сообщества, социальный минимум. Это главная цель проекта, чтобы вы не думали, где брать деньги. Это как в сказке. В сказке русские смотрели, да? Напои, накорми, баню и стопи, а потом и люби. Только потом можно полюбить по-настоящему, когда закрыты все физиологические потребности, тело и так далее. Напои, накорми. Ты, говорит, молодца сначала. Напои, накорми, баню и стопи, почисти мозг там где-то, тело почисти. А потом и люби. Потом и любовь приходит. Так и здесь. Наша система кассы взаимопомощи создана, чтобы накормить, напоить. И знания, командный чат, там все, что мы передаем, бесплатно причем это делаем. И инфобизнесмены за это миллионы рублей берут. Мы это делаем бесплатно. Очищаем от неправильного. Даем правильные действия. И у вас появляется денег все больше и больше. И потом вы сами начинаете понимать. И поэтому все чаты наши завалены. Доброе утро, счастливые люди. Почему? Да потому что люди учатся любить. Потому что у них уже становится, скажем, днем все лучше и лучше. Поэтому все так пишут. Счастливые люди, доброе утро. Все, у меня для вас все. У кого есть какие-то вопросы, задавайте. Андрей. Да, Надежда. Всем, друзья, добрый вечер. Андрей, благодарю за супер презентацию. Ну, конечно же, я не могу сегодня не поделиться. Когда-то, друзья мои, была просто моей голубой мечтой, чтобы я в месяц зарабатывала 100 тысяч. Даже отработав 17 лет на Крайнем Севере, я никогда не заработала таких денег. И сегодня, друзья, вуаля. У меня 127 тысяч в день. Это вообще просто сбылась моя мечта. Конечно же, я благодарна тебе, Андрей, в первую очередь, потому что ты являешься проводником в мою новую счастливую жизнь. И 15 числа будет 11 месяцев, как я в нашем сообществе. И 15 августа год. И я закрыла уже все свои 5 кредитов благодаря правильным действиям, которым ты обучаешь. Друзья, поэтому самое главное, конечно же, это время. Андрей. И сегодня ответь, пожалуйста, мне задали такой интересный вопрос наши участники. Как правильно рассказать главному бухгалтеру, потому что до этих людей очень сложно достучаться. И второй вопрос. Какая выгода фонду покупать у нас и каренси по более высокой цене, нежели мы ее купили? И этот вопрос, наверное, очень многие задают, только озвучить, наверное, боятся. Ответь, пожалуйста. Ну вот смотрите, да. Помните советский период, да? Когда молодой человек приходил на советское предприятие, там, после вуза, допустим, проработал там 3-5 лет, встал на очередь, на квартиру, и ему советское предприятие, внимание, давало квартиру. Давало квартиру. Сейчас никто никому не дает. При капитализме никто никому ничего не дает. Даже на государственных предприятиях говорят, иди бери ипотеку и плати вместо одной квартиры три-четыре квартиры, если не сдохнешь. Понимаете? Так какая выгода была советскому предприятию давать, можно сказать, на халяву квартиры? В чем выгода? Ее нет. Ценности другие были. Во главе угла стоял не золотой теленок и нажива за баблом, баблом, давай, давай. А во главе угла стоял человек. А директора висела на доске почета, если обеспечить трудовой коллектив, жилплощадью. Ценности другие были. Понимаете меня? У капитализма совершенно другие ценности, чем у социализма. Поэтому на данный момент выживает сильнейший, самый сильный, кто локтями растолкает, самый умный, хитрый и так далее и тому подобное. И на данный момент смысл нашей кассы взаимопомощи — вас накормить, чтобы вы смогли дальше пойти в серьезные проекты. А вы не сможете дальше пойти, если вы голодны. То есть, смотрите, что я и говорил, напои, накорми, баню и стопи, а потом и люби. Вот это тот уровень, который хочет, чтобы Дмитрий Васадин, мы вышли. И вот на этом только уровне начинается настоящая жизнь. На этом уровне можно с людьми делать какие-то серьезные моменты. По инвестированию уже в коммерческие проекты. Уже дальше что-то серьезное такое, глобальное делать. Только на этом уровне. Вот скажите вам сейчас, я не знаю, давайте, ребята, скинемся по хотя бы 100 тысяч долларов и организуем там еще вот что-то. Кто из вас скинет 100 тысяч долларов? На этого уровня дойти надо, вырасти надо. Вот так вот касса взаимопомощи — это та школа по-настоящему, начальная школа, потом первый класс, второй класс, третий, тэн-дэн-дэн и выпускной. Вот, это наша касса взаимопомощи. Поэтому цель задачи и кассы взаимопомощи — обеспечить социальный минимум. Поэтому придуманы соответствующие прекрасные алгоритмы, которые дают возможность, дают возможность не выгоду, а возможность вам, участникам, иметь стабильный социальный минимум. Оказывается, когда человек имеет стабильный социальный минимум, он начинает легче дышать, крылья за спиной. Он начинает «Вау! Круто! Энергия пошла! Энергия высвобождается!» То вы постоянно долги, кредиты, как платить по счетам, ночью не сплю, стресс, у меня уже там на таблетках сижу, там уже «Вау!» понимаете? Уже сердечко ёкает. Это всё специально сделано, чтобы закабалить сначала, потом стресс, а потом могилы. Это вот такая тропинка. А у нас наоборот. Подальше от могилы, чтобы вы жили, раскабалить. И вместо стресса, чтобы вы научились жить по-настоящему. Задача кассы взаимопомощи — обеспечить социальный минимум, накормить, напоить, и чтобы у вас правильные мысли пришли. Поэтому выгода только в том, чтобы создать через путём эволюции то количество, критическую массу участников нашего сообщества, которые могли бы достойно идти дальше в серьёзные проекты. Уже в инвестиционные проекты, в коммерческого плана. Если они, конечно, будут нужны тогда, на тот момент. Может, у вас уже так всего хватит, что вы говорите, да, мне и тут всё хватает. Поэтому в чём выгода? Вот в этом-то и выгода. Вырастить. Если единомышленников трудно по жизни найти, надо их вырастить. Дмитрий Васадин выращивает себе единомышленников через нашу кассу взаимопомощи. Вот. Таким образом собирается всё больше крутейший костяк тех людей, которые пришли с долгами, вышли на полную финансовую свободу и улыбаются, радуются жизни каждый день. И кто-то даже уже сменил либо вид деятельности, кто-то сменил работу, кто-то вообще даже пошёл просто развивать одно сообщество. То есть такие кардинальные перемены у всех людей, и у меня в том числе. Я только развиваю сообщество. Вот это моя определённая, может, миссия, что ли, не знаю. То есть я занимаюсь только этим, больше ничем. Я занимаюсь семьёй, здоровьем и сообществом. Это все три вещи, которые мне больше всего нужны. Я уже не строю бизнес, потому что это стресс. Очень серьёзный стресс. Постоянно ты находишься в стрессе. И чем больше бизнес, тем больше ты должен держаться на плаву. Особенно сейчас, в наше время, когда искусственный интеллект, всё везде меняется. Поэтому неважно, кто перед нами. У нас куча бухгалтеров, главных бухгалтеров, финансистов. Кого только у нас нет, сотрудников банков. Поэтому тут не в этом дело. Дело в том, что нужны человеку деньги или нет. Может, он сытый. Зачем ему он? Ну, сытый человек. Он ещё этот бутерброд с икрой не доживал. А вы ему ещё второй суёте? Не надо, обратно пойдёт. Поэтому если нужны деньги, пускай заходит, берёт. Не нужны, пускай работает, идёт. Всё, вопросов нет. Пускай идёт на работу, получает свой оклад. Это сообщество для свободных людей. Либо это сообщество для людей, которые хотят, мечтают, желают жить свободной жизнью. Те, кто не хотят жить свободной жизнью. Те, кому проще... Ну, как... Это вот менталитет собаки и волка. Да? Помните мультик такой, да? Ты что, если что, заходи, да? Вот волк, да? Собака, она на привязи вот так вот. И кость ждёт подачки постоянно. Кость, зарплату там, дай, 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 да? А волк, он понимает, что это всё, и ответственность берёт на себя. Я волк, и если я в лесу пропитание не найду, то за меня никто не найдёт. Всё. Волки между собой объединяются и чистят лес от слабых животных. Вот. Это два разных менталитета. Полная ответственность берётся на себя. И второе ждёт, когда хозяин кинет подачку собаке. То есть, если человеку это надоело, он хочет стать свободным, то надо что-то делать. Либо объединяться с такими людьми, которые идут в эту сторону. Вот. Если человек уже наработался, он понимает, что сколько бы ни работай, а всё равно больше денег не становится почему-то. А почему? А потому что такая система. Потому что вы ещё не поняли, как устроена мировая финансовая система. Она так заточена, что главный принцип работы мировой финансовой системы – это бедный и беднеет, а богатый и богатеет. Это главный принцип пирамида. Купите, пожалуйста, себе, пока в обменниках есть доллары. Купите себе один доллар на память, пока они есть. Переверните и внимательно посмотрите. Там пирамида нарисована. Не просто же так. Там умнейшие люди это всё делают. И делали сто лет назад, когда они проталкивали законопроект в Конгрессе США в 1913 году, о том, чтобы передать функции печатания денег в частные руки, дорогие друзья. С 1913 года и начались войны, потому что печатный станок попал в частные руки. А нет лучшего способа срубить бабло, как завязать войнушку. А потом кредитовать обе стороны конфликта. Сначала им кредиты на оружие даёшь, а потом после войны кредиты на восстановление даёшь. Шикарный бизнес. Просто шикарный бизнес. Станок работает, работает, печатает деньги, просто печатает. И все в долгах. Весь этот мир сейчас в долгах сидит. Умнейшие люди. И они специально нарисовали пирамиду, всем всё перед глазами положили, потому что они знают истину. Истина такая. Если хочешь что-то спрятать, хочешь что-то спрятать, выстави на это на обозрение. И зашоренные люди не поймут, что это не просто картинка, это смысл того, что есть. Я надеюсь, ответил надежда на твоё вопрос. Так, ещё, друзья. Ещё, друзья, кто хочет задать вопрос, давайте 5-10 минут. Любые вопросы у вас сейчас есть. Шанс. Поднимайте руки. Центральная кнопочка. Поднять руку. Можете нажать и задать вопрос, если у кого-то остались какие-то вопросы. Жду одну минутку. Давайте, не стесняемся. У вас сейчас есть этот шанс. Так, Любава. Слушаю, Любава. Всем доброго дня, Андрей. Тоже тебе доброго дня. Андрей, скажи, пожалуйста, вот в моей команде или я не смогу довести, или, может быть, что-то сама не понимаю, стартовый поток. Расскажи, пожалуйста, мне вот изюминку стартового потока, так, чтобы я могла донести своей команде сполна по-простому. Мне это очень важно. Ну, у нас сейчас же Любава не командное обучение, но... Ну, минуту, скажи вот изюминку. Стартовый поток – это навык, навык. Человек, если не прокачает этот навык в своей голове, он будет не в других потоках ошибаться. Если он не поймет, что главные функции инвестора – это вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. Главный навык инвестора. Понимаете? Человек с бедным мышлением, он боится отдать. Он страху, его прямо вот и вот колбасит просто вообще. Но когда он отдал, у него другая тупая программа включается – жадность. И ему надо все больше, я еще буду крутить. Ему говоришь, выводи, бери и меняй свою жизнь. Он – нет, я еще. У него вот глаза вот такие становятся, жадность уже включается. Вот проработка двух этих вещей. Чтобы он умел отдавать в нужное время и брать. Взял, 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 купил себе что-то. Детям продукты купил. Сегодня сейчас сезон. Черешни купил. Не полкилограмма, а три килограмма. И всех накормил, всю семью. Не знаю, телефон новый купил. Диван новый купил. Все, о чем мечтает. Витамины купил, чтобы семья здоровья, не какие-то абы что в аптеке химические, а элитные, настоящие. Еще что-то, путевку взял, на море поехал. Если человек не будет правильно, вот это и есть стартовый поток. Если он не будет правильные действия делать, то он и в других потоках не будет их делать. Смысл-то в чем? Если он в растущем потоке научится этим действиям, то он, если эти действия перенесет, ой, в стартовом потоке, если он научится этим действиям, то он на растущий поток перенесет эти действия правильные. И то же самое будет пополнять и брать, пополнять и брать в растущем. Но в растущем-то у нас полная свобода. А если человек не умеет пользоваться этой свободой, он будет делать, ну, а вы что? Поэтому это навык, это большой, очень серьезный навык. Терпение, страх потери и жадность, три вещи прорабатывает стартовый поток в том числе. Поэтому это очень шикарнейший инструмент, если вы его поймете, то и как можно больше их создадите, правильной стратегии сделаете, то у нас хороший финансовый квест. И если вы начнете в нем реально разбираться, то будет все хорошо. Начните с малого, потом больше, потом больше. Стартовый поток так устроен, чем больше номинал, тем он более выгоден. Чем меньше номинал, я это называю бомж-пакет. Бомж-пакет. Это вот как доширак, понимаете? Ты вроде поел, вроде ты сытый, но ты понимаешь, что ты дерьмо съел. Вроде голод убился, но твоему организму ничего полезного не принес. Вот то же самое, как бы, минималка. Минималка, чтобы протестить, понять, как он работает. А дальше надо идти к целям более уверенно. Поэтому чем больше номиналов, тем он будет более увереннее работать. Если человек не понимает, где там что, если ты три копейки гоняешь из одного кармана в другой, то ты не поймешь. Чуть-чуть увеличь, на десятку хотя бы зайди старт. На двадцатку уже интереснее. Тридцатку, сорок-сорок, пятьдесят номинал и так далее. Самое выгодное, это сто и больше. Это самый выгодный номинал в стартовом потоке. Тогда и каренси чуть меньше надо подтягивать, за счет этого огромная экономия идет. Поэтому вот в трех словах про стартовый дополнительный. Еще, друзья, давайте еще. Я уловила ключевую фразу для себя, что я хотела. Доширак. Все, понятно, больше мне ничего не надо. Доширак. Классно, круто, молодец. Обожаю твои созвоны. Пять тысяч в стартовом это доширак. Вот дальше надо идти десять, пятнадцать, двадцать. Вот тогда наращивать обороты. Наращивать обороты. Вот еще вопросы, если у кого-то есть, давайте одна минуточка и пойдем. Уже вся личка завалена, куча дел. Раз, два, три. Все, дорогие друзья, благодарю. Наша презентация закончена. Рекомендую вам всем, кто первый раз услышал об этой информации, писать в личку либо выбирать себе наставников из списка. Заходить, регистрироваться и, конечно же, начинать тестировать, нарабатывать свой личный опыт. Ничего ценнее в этой жизни у вас нет. До скорой встречи. Не забывайте, что мы с вами творим историю нашей жизни своими руками. Субтитры создавал DimaTorzok.